Печь Бобафония. Компоненты. Основная часть, поршень и дожигатель. Дожигатель пока не сварен вместе. Вот так будет лучше. Присмотрим к основной части. Основная часть, крышка внутренней, в середине верхнего горения. Здесь находится заслонка регулировочная. Регулируется. Да, если посмотреть, здесь работает так. Заслонка прикрывает воздух не полностью. Закрывает нижнюю часть для того, чтобы увеличить горение. Заряжаем Бобафонию. Количество дров и закладка вертикальная. Укладка дров в два ряда. Длительность горения такой укладки составляет 7-8 часов. Закладка для разжига сверху. Закладка не полная. Где-то на 70 процентов для испытания именно дожигателя. Дожигатель у нас имеет вот такую форму. Сегодня этот дожигатель будет приварен на место. Это будет обварено. Часть отбивной планки будет срезана для прохождения воздуха свободного и установлена уже в саму печь. Работать необходимо в защитных очках, дабы не нарушать технику безопасности. Получился такой вот. Добрый процесс. Получился. В ó Am orderly выключился зак�чем и все болезня. Выключился. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше кадр То есть дым нигде не пускает Не вытягивает Не дымит После того как немного разгорелось Мы будем устанавливать поршень Немного уже пошло горение У нас Устанавливаем наш поршень После установки поршня Пришлось на дожигатель Пока заглушить Потому что при Воспламенении Возникали небольшие Подымления в верхней части И по верхней части крышки После того как была установлена Заглушка на дожигатель Горение продолжилось в хорошей форме Я думаю после того как он разгорится Будет удалена заглушка И горение будет происходить намного качественнее То есть сейчас Печь начала уже набирать обороты Слышно как трещат дрова Зажигатель пошел работать Заглушка была удалена Сюда если можно подойти посмотреть Здесь видно как в верхней части поршня Пошло происходить горение уже Наше Именно топочных газов Печь вошла в свой График рабочий Дыма почти нет Выплыли недоработки Диаметр трубы Должен быть Минимум 120-150 А здесь стоит Всего-навсего Сотка Из-за этого Печь Набирает Полные обороты Теоретически Теоретически Должно было быть у нас Сработать Какие недоработки Выяснились Значит Наша Топочная труба Составляла всего-навсего Диаметр Диаметр Сотой Этого диаметра Недостаточно Надо Использовать 120-150 Для баллоновой Печи Здесь Лепесток Который Мы сделали Боковой Дабы Отбить Топочную Сами Горение Газов Чтобы Получалось У нас Не сюда Сразу Заходило А чтоб Отбить И сделать Заполнительное Завихрение Сработало частично То есть Все равно Вот здесь Вот этот Вот этот Просачивалось А частично И уходило в трубу Возможно Нужно будет Использовать Наклонный Поршень Для того Чтобы Весь процесс Максимальное горение На переднюю часть Нашей бобыфоне То есть Процесс И тогда Выходил Вот сюда Наши топочные Какие еще Дожигатель Дожигатель Сработал Не Эффективно За счет Того Что Диаметр Проходимого Воздуха Был слишком Большой Его пришлось Частично Закрывать До половины То есть Трубу Надо использовать Поменьше И Сейчас У нас Там Используется 75 Надо делать Меньше Дабы Уменьшить Поток Вторичного Воздуха И Сами Поджиги Ну Самораспределение Самих Отверстий Надо Менять Для того Чтобы Они выходили Возможно Трубочки сюда Добавлять Чтобы Смешивание Происходило Вот в этой точке Поскольку Наши топочные газы При завихрениях Получались Потоки И Получался Небольшие Взрывы И Небольшое Поддымливание Поддымливание